Спецтехнику для ликвидации природных и лесных пожаров безвозмездно передала Общество сохранения и изучения дикой природы краевому учреждению Приморская база авиационной наземной охраны и защиты лесов. Лесные пожарные получили 50 ранцевых воздуходувных устройств. В ходе многолетней практики они доказали свою эффективность в борьбе с огнём. По словам специалистов, квалифицированный пожарный, оснащённый воздуходувкой, может потушить до 15-20 гектаров за один час, если речь идёт о пале сухой травы. При этом применение воздуходувок для тушения природных пожаров – это именно приморская особенность. В других регионах такая практика распространена меньше. В Приморе так сложилось исторически, это на самом деле правильно, что у нас основной механизм тушения – это воздуходувки. Где-то РЛО пользуется, где-то граблями гребут, метёлками, захлёстывает огонь. У нас в воздуходувке самое эффективное средство. На сегодняшний день в авиабазе порядка 200 воздуходувок есть, но часть из них с 10-го, с 11-го года уже устарели и нет той производительности. Поэтому сейчас мы заменим часть воздуходувок на новые модели. Это тем более самая новейшая модель, очень мощная. Я думаю, что у нас просто в разы эффективность тушения повысится в этом плане. Напомним, в муниципалитетах Приморья продолжает действовать особый противопожарный режим, подразумевающий ряд ограничений, включая запрет на посещение гражданами лесов, запрет на все виды огневых работ, а также ужесточающая ответственность для нарушителей. К настоящему времени площадь пожаров на землях лесного фонда составляет около 15 тысяч гектаров, что приблизительно в четыре раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года.